Доброе утро! Да, «Морская». Был такой альбом. У вас клип «Морская». Совершенно верно. Мало того, еще есть и одно такое совпадение. Мы вот недавно подписали контракт с российским лейблом «Экро-мюзик», с которого, собственно, и начинал монет роль. И он же выпускал этот альбом «Морский». Здорово. А ваша же песня и в России теперь ее можно услышать, да, на радио? Ну, сейчас да. Расскажите об этой песне. Что это? Абсолютно. Я слышала. Серьезно? Практически так же, как и все наши песни, основана на реальных эмоциях, абсолютно легкая. Такая летняя, такая вообще легкая, классная, классная. Настроение такое вот прям. Очень хочется уже летом. Ну, собственно, ну, наверное, близко к каждому, потому что все люди хотят зимой отдыхать, и большинство из них это успешно делает. Все знают это вот время, когда здесь еще снег и дождь, а у тебя начинается отдых с самолета, и возвращаешься к тебе очень. Ну, вы молодцы вовремя. Как у вас это происходило? У вас же был тур, правильно я понимаю? Ну, да. Был по бережью. В Турции. В Турции сейчас очень турно. В Анталии тусовочное место летом. Мы туда выехали, веселая компания, без особых заморочек абсолютно, как это делается. И съемки сначала не планировались? Съемки, конечно же, планировались, но, скажем так, без напряга такого, как это делается там обычно, когда люди там играют в шоу-бизнес такой серьезный, давайте там, мы сейчас, ух, маха, баки, там, хэгэй. Это все было снято очень легко, весело, абсолютно на реальных событиях, как бы в процессе, скажем так, потому что клипы в основном входили такие живые выступления. Съемки происходили в очень таком, ну, далеко не дешевом, но очень популярном отеле в Турции. Вы провели там почти неделю, да, или даже больше? Ну, неделю, мы неделю были в одном отеле, мы там в общей сложности где-то практически почти месяц. Что больше и лучше удалось? Поработать или отдохнуть? Просто в одном, и поработать и отдохнуть удалось хорошо. Просто вот в одном отеле мы сдержались на неделе. Да тот, который ночью 3000 долларов? Да, но это был, кстати, не самый дешевый особняк. Нам предоставляли... Не самый дорогой, так ли, в порядке. Не самый дорогой, да. Нам предоставляли там дороже, но это было ни к чему, потому что наша стилистика не подразумевает гламура, там, каких ковров, там, гликнины, версачи и так далее. То есть все абсолютно нормально. Главное, чтобы было... Ну, есть же ощущение определенной эстетики. Вам удалось еще побывать на вечеринке в честь Дня Рождения Ково? Ну, Судовуда, да. И Мусудовуда. Это же наш френд большой. И нам пришлось... Мы в Холисте выступали перед ним. Он приехал после нас. У него тоже там было выступление. И мы вернулись как раз на его День Рождения. А Холисте это второй был отель? Это тот, там, где снимались сваты? Там, где Агутин, да, снимал свой клип? Да, да, да. Ну и, в общем, мы его тебе отметили. Причем я это заметил только в номере и заклипали Анида Агутина. Потому что как раз там, ну, идут каналы с русскоязычной музыкой, да? Захожу, джинсы Агутина лежат. Леня, елки палки. Узнаю. И парик. Кусок того же зеркала, тот же интерьер абсолютно. И ворум. Простим, я просто так по-немецки. Ворум. И выходит из ванной, снимает холод. У вас гитара. А это значит, мы сегодня услышим в живом исполнении вашу песню «Морская», да? Ну, это будет чуть-чуть. Нет, не совсем, потому что мы подготовили там небольшой экспромт, поскольку мы не совсем, как бы, акустический проект. Вот. Одну нашу песню мы исполнили в акустике, еще один коверок, который, ну, вот эта песня из разряда, это момент такой, песня из разряда вот тех, которые мы можем после концерта ехать уже домой в машине, там, где он бьет гитару, мы можем еще в машине петь долго. Греть. Песня, которую вы хотите представить, нам еще показать, я не знаю, состоится она или нет, с техническими сложностями тут связан вопрос, но, тем не менее, а если о вашем кавере? Ну, кавере-то, ну, то есть нам, на самом деле, ближе всего по качке-то регги, если вы заметили, да, поскольку мы проект электронный, да? Вика, кстати, любит блондинок, я еще и она забыла сказать регги. Как много общего у нас с вами. Ну, и шампан. Вот. Насколько у нас гитара работает вообще сегодня? У меня еще не нашли. А так сможете сыграть? Давайте так, тогда я буду петь тоже. У нас на выходе звук есть, просто здесь нет. Окей. Давайте? Давайте. Три, четыре. Три, четыре. На Казантипе играет диск, на автопоте. Плывет по небу оранжевый смайл, и в голове расцветает фристалл, стендап джа. Это другая музыка, это музыка солнца звенит под желтый диск оранжа. Ты руки вверх подними, и будешь махараджа. Это музыка солнца плывет под желтый диск оранжа. Ты руки вверх подними, и будешь махараджа. Сен-сенимирь, это просто укул. Это с моря вдруг ветер паду. Навеял мечту, и я совсем не хотел перемен, но попал в этот солнечный плен. Стендап джа, это то, чем я живу. Когда музыка солнца звенит под желтый диск оранжа. Ты руки вверх подними, и будешь махараджа. Когда музыка солнца плывет под желтый диск оранжа. Ты руки вверх подними, и будешь махараджа. Сен-сенимирь, это просто укул. Слушайте, ну, получилось в итоге исполнение... Гитары не было слышно, зато видно. Зато видно, почему нет? Это называется, когда смотришь огоньки новогодние, я случайно, это называется гитарный балет, когда одни ребята стоят, артисты меняются. Со всеми артистами. Я такое видел, как плохо тверк. У нас такое частое тоже бывает. Не будем об этом. Давайте еще буквально на раклистик укажите о ваших планах, где вы будете выступать в ближайшее время. Ну, любимый Викин вопрос, где можно скачать вашу музыку? Нашу музыку можно скачать в интернете. Рингтоны, реалбэктоны можно скачать на сайтах у мобильных операторов. И где выступаете в ближайшее время? В ближайшее концерт у нас будет 14 апреля. Клуб «Империя Днепропетровск». Спасибо. Днепропетровск, 14 апреля. Киев когда вас увидят? Едут к вам. Неизвестно? Киев, неизвестно? А в Киеве, честно говоря, я не помню. Хорошо. Мы будем следить за новостями, которые исходят от группы «Махно Проджик», которые были сегодня у нас в гостях. Прошу и спасибо, что пришли. Спасибо вам огромное. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова